Я считаю, что новая формула прибавила нам, как сказать, звездности и зрелищности. Этот чемпионат Европы как никогда разукрашен звездами баскетбола мирового уровня и как никогда широким представительством Европы. И этот Евробаскет тем скаутам, которые, может быть, не доберутся до Клайпеды, они сейчас все в Паневежесе и в Шауляе, скауты НБА, они приедут с испугом, что Европе на самом деле не дивизион НБА европейский, не сама НБА ехала-болела, не очень нужны. У нас MVP финалов НБА Диркновицкий здесь, у нас Газоль здесь, Кириленко здесь, ну а здесь это четверо больших, которые, в принципе, каждый на своей позиции, пятый, четвертый, третий, четвертый, они в НБА уже имеют имена. У нас здесь Паркер, у нас здесь Кальдерон, у нас здесь Рубио, у нас здесь Ясикявичус на секундочку. Вот, в общем, у нас все в порядке и с первыми номерами. То есть здесь большой выбор. Пятые и первые, самые дефицитные позиции баскетбола в мире, они здесь представлены ярчайшими, лучшими из лучших. На этой Европе работает Дуда Ивкович, на этой Европе Серджио Скариола работает, на этой Европе работает Блат, работает Фрателло, работает Кимзура. И это далеко не исчерпывающий список отличных тренеров. На этой Европе Бажидар Малкович работает, гениальный тренер. Игорь Кокосков с грузинами. И это тоже интересно, потому что Игорь ведь никого никогда в качестве главного тренера в своей тренерской карьере многолетней, 20-летней никогда не тренировал. Каким он окажется главным тренером, мы узнаем только здесь. Майка, знаю, получается, с 88-го года, когда познакомился, я с огромным уважением к нему как к тренеру и с огромной симпатией как к человеку. И он, в принципе, друзьями это можно назвать Гомельского-старшего и Майка Фрателло, а я как бы Майка-младший товарищ. И, честно говоря, очень горжусь тем, что, как сказать, он прислушивается, иногда прислушивается. Мы с ним проболтали час в Москве, это случилось там, ну, буквально через две недели после его назначения главным тренером сборной Украины. Ну, и на некоторые мои вопросы он, считай, не мог ответить. Сейчас бы он ответил, я представляю, как, поэтому я матч Украина-Россия жду с нетерпением. Болеть я буду за Россию, но Украина будет уж совсем не чужая команда. Вечером подъедет Саша, здесь Майк Фрателло, здесь есть знакомые мне имена на площадке. Там, честно скажу, что любимчик у меня в сборной Украины это Сережа Лещук. Вот, и за ним буду смотреть внимательно. Однако, дуэль главная, да, Кирилл Фисенко против Тима Мозгова, это будет самое интересное, как мне кажется. Я плохо знаю этого американца, который получил украинский паспорт, за ним буду следить с интересом. Концепция Блата, вы же понимаете, изучена. Он хороший тренер. У Блата, я считаю, только один недостаток. Он не говорит по-русски. Ему сложно заниматься мотивацией своих игроков. Но игроки, ядро сборной, давно уже хорошо понимают Блата. Не потому, что они так здорово говорят по-английски, а потому, что эта система защиты, вот с этой, с подстраховкой от пятого человека со слабой стороны, она наигрывается сборной России аж с 2006 года. Был успех 2007 года, был провал на Олимпиаде в Пекине 2008 года. Но Блата, который очень хорошо методически, теоретически, а последние два года и практически подготовленный тренер, который лучше всех, в связи с тем, что у него лучшая реакция, чем у более старших, но гениальных тренеров, проводит концовки практически безошибочно. Сборная России в концовках очень опасна за счет Блата. Блата пользуется доверием всех игроков, начиная с Кириленко и Хряпы. Ему все доверяют, его решения не обсуждаются. И поэтому я жду от команды России здесь успеха. Что я буду считать самым успешным? Выход в финал. Выход в финал, попадание в Лондон напрямую. Хорошим выступлением буду третье, шестое место считать. Всякое может быть. Четвертьфинал лотереи. Мы 24 команды, а упирается весь турнир в четвертьфинальный матч. И по этому поводу, ну, всякое бывает. Но поражение в четвертьфинальном матче перечеркнет все предыдущие победы сборной. Поэтому вот ниже шестого места сборная России, с моей точки зрения, не имеет права опускаться. Я хочу сказать о Протелло еще несколько слов. Понимаете, Майк всегда был приземленный тренер. Он не витал в облаках. Он никогда не допускал ошибку. Вы знаете, вот бывает, да? Появилась новая классная тактика. Протелло подбирает тактику команды под исполнителей. У него есть Лещук-Офисенко. Команда будет тяготеть к краске в позиционном нападении. Это Леша Печеров. Это отдельная история, понимаете? Это как раз Джокер лотереи. И представляя себе немножко, представляя себе психологию Алексея, да, мне не хочется его обижать. Но забьет ли сегодня Леша издали или повесит на кольцо свои кроссовки, даже он сам перед игрой не знает. И это оружие, ну, всегда говорили, бросок оружие неуправляющее. Когда мальчик ростом 211 сантиметров играет от броска, я очень напрягаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что здесь что-то не так. Кто остается на периметре? Вопрос. Ну, вот этот американец, у него должны быть слева-справа опции для передачи. Это усложняет задачу Фротелла. Однако Украина здесь вполне может бороться за третье место в группе. Потому что Россия, Словения, оп. А Украина, Бельгия, Болгария. У нас здесь аутсайдер при всей моей симпатии к Петко Маринову. Болгария аутсайдер. Ну, вот. Аутсайдер ли Грузия? У Украины по отношению к Грузии нет слабого места. Да, Пачулия, наверное, сейчас поопытнее, поумнее, посильнее, чем Фисенко. Но не настолько, а вот настолько. Вот. Так что я не думаю. Этот Георгий Шамардини. Вот. Он, это еще один Алексей Печеров, он там ищет, где бы ему треху бросить. Вот я говорю, вот они друг друга стоят. Нет, нет, нет. Здесь можно побороться за третье место, за выход из группы. И это не потому, что я с вами разговариваю, мне хочется вам сделать комплимент. Это реальное соотношение сил. Очень важный матч для Украины. Очень важный. Это максимально, победа с максимально большой разницей в счете над бельгийцами. Я сегодня немного посмотрел тренировку бельгийцев. Вы видели? Потому что это какое-то сумасшествие. Значит, получается, что у них, ну, хорошо нам всем знакомый Томас Ван Деншпигель. У них этот, ну, зверь, ну, просто зверь этот, и лунгобенга насидевшийся. Это такая физика, ну, такое здоровье. Там Фисенко будет очень непросто. Этот толкается лучше. Вот. И у них же еще один 2-11. Я увидел лицо, я фамилию так и не вспомнил. Гирт. Фамилию не помню. Еще один парень, 2-11, который играет чистого четвертого номера. Он напоминает нижнюю часть тела, ноги и задница. Он тяжелый. Вот. Поэтому он, может быть, не выиграет ни одного подбора в нападении. Но вот эти влево-вправо полукрюки его будет тяжело держать. А если он выходит с Ван Деншпигелем или с Илунгом Бенга, кому его в Украине, кто с ним будет упираться? Тут, причем вторым тренером. С Бельгии приехал американец. Это очень смешно. Главный тренер ведет тренировку на французском языке, а этот американец с ними же, с этими же игроками, говорит на английском. Все все понимают. Понимаете, у них же в команде, вы обратили внимание, что у них 6 черных в команде. 6. Их нельзя назвать афроамериканцами, потому что они родились в Конго, бывшей бельгийской колонии. Поэтому они не считаются натурализованными. То есть с физикой, со скоростью, этот бой барабанов на рассвете в африканской деревне, у них все в порядке. У моего папы в тренерской деятельности были два перерыва. Правда, они оба были сезонные, то есть год. И оба раза он возвращался, переполненный новыми идеями, мыслями. И возвращения были удачные. Как это у Майка получится, я не знаю. Я просто желаю ему добра. Он же амбициозный. И поэтому, если он здесь не выйдет из группы, для него он будет тяжело переживать. Я не хочу, чтобы он тяжело переживал и неудовлетворенно уехал. Я, правда, за него болею. А как у него внутри, как он сам как человек это воспринимает, получает ли он сейчас... Понимаете, когда я его увидел в проводящем тренировке в 88-м году в Сухуми, было видно, что он от тренерской работы получает огромное удовлетворение. Ему это было интересно. И он этим занимался от чистого сердца, вкладывая всего себя. Как у него сейчас, я не знаю. Я же не видел глаз, я ни одной тренировки не увидел. Мне хотелось бы, чтобы это было, знаешь, не мэтр с первоклашками, а чтобы эта работа, которая обогащала игроков, понятно как, но чтобы что-то возвращалось, какие-то положительные эмоции к тренеру. Без этого побед не достичь. Вы знаете, кстати, что он звучит? Нет, а я с ней не... Сам Майк в Атланте не живет, насколько я...